Ну тут было так, что был пустырь, в принципе, было не облагорожено. Это было до того, как проспект энергетиков начал застраиваться новыми домами. Когда появились жилые здания, про дорогу, мягко говоря, подзабыли. В этих краях стало тяжело ездить и автомобилям, и особенно общественному транспорту. Классно будет, что проезжать будут, видно будет все красиво. Не будет хотя бы, если из каких-то таких значимых плюсов, не будет пустыря вот этого некрасивого. И как-то, я думаю, облагородует все-таки, что и пешеходные зоны появятся тоже. На этом участке дороги обещают построить бульвар для пеших прогулок. Зеленая зона со скамейками и фонарями протянется от улицы Власихинской до Взлетной. Вдоль нее должна пройти новая двусторонняя дорога протяженностью 800 метров. Сдать объект должны к октябрю. Мы продолжаем вводить больше жилья, чем в прошлом году. Введено уже более 670 квадратных метров. Мы улучшаем показатели прошлого года на 22%. Здесь наибольшая концентрация нового жилья. И все-таки необходимо повышать комфортность граждан, которые проживают в том числе в Новостроле. Еще одну дорогу прокладывают на улице «65 лет победы» от энтузиастов до Сергея Семенова. Сейчас на этом участке занимаются установкой ливневой канализации диаметром 800 миллиметров. Закончат работы к 20 октября. До начала производства работы здесь была дорога выполнена из дорожных плит. Мы зашли, это новое строительство, это подготовка территории была. Убирали эти дорожные плиты, убирался излишки грунта, которые здесь находились. Снос зеленых насаждений. Ну и соответственно уже приступали непосредственно к новому строительству. Обе автомобильные дороги строят по федеральной программе «Стимул». Они, по словам специалистов, должны немного разгрузить другие дороги в загруженном спальном районе. К слову, ремонтные работы идут сейчас еще на трех объектах в районе новостроек. А нуждается в обновлении каждая вторая. Но их ремонт идет строго по плану. А что касается строительства абсолютно новых объектов, пока планы не раскрывают. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.